МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не сидеть, сложа руки. Управление по труду занятости и социальной защите готов обеспечить работой каждого. Мариантов очень много. Какие профессии в топе? Работа на предупреждение. На территории области ведутся профилактические мероприятия для подростков. В местах, где наиболее собираются у нас несовершеннолетние. За кем особый контроль? Удача в рукаве. В городе продолжается набор в кружки центра Росквит. У нас открывается новое объединение по интересам. Какие требования для записи? А также рост зарплат, развитие экспорта и полезные уроки. Школьников будут учить нравственности и духовности. В чем суть? Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Виталий Гаврусев. Дважды два четыре. До первого сентября осталось меньше двух недель. В преддверии нового учебного года в городе подвели итоги работы системы образования за прошлый и наметили планы на нынешний. Ряды педагогов пополнят сто молодых специалистов. Школьный порог переступят более 24 тысяч учащихся, в том числе около 32 сотен первоклассников. О Большом педсовете далее. Августовская педагогическая конференция – традиционное событие на исходе лета. Перед днем знаний работники сферы подводят итоги уходящего года и ставят цели на новый. Место встречи – Дворец искусств. Среди почетных гостей – представители горосполкома, депутатский корпус. На выставке «Образование через призму качества» учреждения представили то, чем могут гордиться. Инновации, воспитание, преемственность поколений. Гостям презентовали новые образцы школьной формы от «Славянки». Удобно, стильно, сделано на совесть. Основное действие – на сцене. Начальник управления по образованию с докладом подвела итоги прошедшего года и обозначила цели на грядущей. На подготовку к новому учебному затрачено более 15 миллионов рублей. Проведены текущие ремонты помещений, благоустройство территории, приобретена мебель, компьютерные классы, спортивное, технологическое и холодильное оборудование для пищеблоков. Осуществлена замена оконных заполнений. Представители горосполкома и горсовета депутатов поздравили работников сферы с грядущим Днем Знаний. «Разрешите поблагодарить вас за такой труд, за труд благородный, за труд мощный, за труд во благо нашей страны». Традиционная часть – церемония награждения. В этот день городские власти, профсоюзные и контролирующие структуры наградили лучших педагогов и руководителей учреждений. Особый повод для гордости – звание лучших в республике. Высокий уровень также отметили благодарностью председателя Палаты представителей национального собрания. «Наша задача – не снижать планку и достигнуть еще больших результатов в следующем учебном году. В рамках конференции акцентировано внимание на основные направления нашей деятельности. Прежде всего, это качество, доступность образования, это воспитание патриота, гражданина своей страны, это развитие системы дополнительного образования, это работа с молодыми педагогами». Новый импульс для образования – молодые специалисты. В 24-м город на Березине принял 100 новоприбокших. Все они приносят свое видение, идеи, методы и навыки. Дана Войтюг окончила 27-ю школу в 2020-м. После поступила в МГУ имени Кулешова на специальность «Белорусский язык и литература». Выбор в пользу профессии объясняет просто. Любовь к педагогике и родной мове привила ее учитель. Сейчас девушка вернулась в родной Бобруйск. По распределению попала в 26-ю школу. На месте ее приняли тепло и теперь вместе со старшими коллегами девушка в ожидании нового учебного года. «2024 год – это в первую очередь год качества. И своей целью на этот год и на последующие годы преподавания я ставлю цель качества. Именно чтобы качественно преподавать свой предмет, прививать детям любовь к родине. В первую очередь, что важно для меня, любовь к белорусскому языку. И воспитывать достойное, правильное поколение с правильными ценностями, патриотами своей родины». Некоторые молодые педагоги прибывают в город и сразу же создают семьи. Виктория Белокурова родом из Кличева. После окончания МГЛУ распределилась в 10-ю школу как учитель английского языка. Не так давно девушка вышла замуж. Сегодня она живет в новенькой квартире построителей вместе с супругом. Путь до работы 20 минут. Как и другие, она с трепетом ждет своих первых учеников. Еще не совсем успела познакомиться со всем учебным процессом, так как только еще пришла. Но уже вижу, что все учителя, они очень доброжелательны, готовы помочь во всех начинаниях. И того же ожидаю от учеников, что у них будет мотивация, что они будут хотеть учиться, получать знания. Педагоги – те люди, которые закладывают в нас знания и помогают стать на правильный путь. Традиционная конференция перед началом учебного года вбирает в себя все. Опыт сторожил и стремление молодых специалистов. Все это делает бобруйское образование одним из лучших в стране. По недавним результатам можно судить. Если вся система работает слаженно, то успех обязательно повторится. Роман Костюков, Дмитрий Шевцов, Бобрусь, 360. Под присмотром с 21 по 25 августа в области проводятся специальные комплексные мероприятия «Подросток». Цель – устранить и минимизировать негативные тенденции в молодежной среде, также усилить профилактическое воздействие в отношении несовершеннолетних, которые склонны к противоправному поведению. В ходе проведения данных мероприятий сотрудниками органов внутренних дел совместно с заинтересованными будут посещаться несовершеннолетние, которые стоят у нас на учетах. С ними будет усилена профилактическая работа. Будут отработаны места, где наиболее собираются у нас несовершеннолетние. Кроме того, организуются отработки мест массового сбора, увеселительные заведения, торговые центры и объекты, которые реализуют алкогольные напитки. Также будет уделено внимание школьникам до 16 лет. Контроль их нахождения на улице в период времени с 11 вечера до 6 утра без законных представителей. Газификация населенных пунктов, охранный статус и увеличение доходов. В следующем году зарплаты бюджетников вырастут на сколько? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Правительство прогнозирует рост экспорта Беларуси в 2025 на 5,4%, до 52 миллиардов долларов. По информации Минэкономики, объем отечественных поставок за рубеж в июне 2024 достиг максимума. Также благоприятная конъюнктура на внешних рынках позволит бизнесу увеличить валютную выручку на почти 3 миллиарда зеленых. В следующем году зарплаты бюджетников вырастут. Сначала будет увеличена базовая ставка, а затем повысят надбавки отдельным категориям работников. На эти цели выделено более миллиарда рублей. Начать планируют с января. Всего на оплату труда в госсфере выделят свыше 20 миллиардов. Прибавят и социальные пособия. Школьников Беларуси будут учить нравственности и духовности. Минобор утвердил программу нового факультатива. Она рассчитана на 35 часов. Занятия будут проводиться раз в неделю. Главная цель – содействие моральному развитию, формированию этической культуры и патриотизма на основе христианских традиций. Также среди основных задач – взрастить ответственные отношения к воинской и гражданской службе. Природный газ в 2024-м впервые подали в 17 населенных пунктов Беларуси. Общая протяженность сетей в стране – более 67 тысяч километров. Также ежегодно добывают около 2 миллионов тонн торфа, из которого производят порядка миллиона брикетов и более 100 тысяч тонн продукции нетопливного назначения. Охранный статус зубра, бурого медведя и рыси планируют понизить. В список может войти и барсук. Причина – рост популяции. Также эксперты предлагают смягчить правила для ряда животных – обыкновенного хомяка, горностая, малой выпей, орла на белохвоста и других. В итоге из «Красной книги» рекомендуется исключить 13 видов, включить 21, изменить охранный статус для 33. Под лежачий камень Управление по труду, занятости и соцзащите предлагает варианты трудоустройства. Сегодня в городе насчитывается чуть более трех тысяч вакансий, из них 2200 по рабочим профессиям. В кадрах заинтересованы такие предприятия, как «Белшина» – 720 свободных мест, КПД и ТДА – 110, также учреждения здравоохранения. Наиболее актуальные специальности – слесари-ремонтники, электромонтеры, швеи, маляры-штукатуры, продавцы-повара. Также востребованы врачи, медицинские сестры, инженеры, мастера. При регистрации в качестве безработного гражданин должен нам предоставить паспорт, трудовую книжку, документы по образованию. На основании этих документов мы посмотрим, какие он имел профессии, какое у него образование, соответственно, подбираем ему подходящую работу. Вариантов очень много. Мы можем выдавать по два, по три направления на работу. Кроме того, активно формируются группы по переквалификации населения. Список широк. Обучиться можно на водителя-погрузчика, троллейбуса и автобуса, повара, кладовщика и других. Трудоустройство гарантировано по большинству направлений. На сегодняшний день Управление по труду проводит набор группы по таким профессиям, как электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах с трудоустройством на Бобруйска-Громаж, станочник широкого профиля с трудоустройством на завод тракторных деталей и агрегатов города Бобруйска, слезарь-ремонтник с трудоустройством на ООО «Белшина», водитель-погрузчика четвертого разряда с трудоустройством на «Белшина-Транс». В среднем обучение длится от одного до двух месяцев. В процессе выплачивается стипендия. За 2023 100 граждан были направлены в группы переквалификации. Лето еще не прощается, потому бобруйские эпидемиологи на страже здоровья отдыхающих. Сезон пробы воды берутся еженедельно. Последние результаты экспертизы показали. На городских пляжах у санатория «Шинник», «Центральном» и «Номер 2» в шестом микрорайоне введены ограничения на купание детей и взрослых. К сожалению, в результатах проведенных лабораторных исследований мы видим показатели по превышению индикаторного нашего показателя кишечной палочки. Эта вода опасная как в химическом, так и в микробиологических показателях. Купание в данной воде может привести вред для здоровья населения, и мы не рекомендуем. Даже люди, которые купаются, которые не смотрят на запрещающие знаки, которые не слушают людей с вода, все равно после купания в такой воде необходимо принять душ дома, провести какие-то определенные гигиенические процедуры. Отдыхающие часто игнорируют запрещающие знаки у зон рекреации водных объектов. Но плавание не ограничивают без всяких причин. Самое частое из них – несоответствие допустимому содержанию микробов и микроорганизмов в воде. За непослушание, проблемы с желудочно-кишечным трактом, дерматиты, атиты и конъюнктивиты. К слову, нарушение запрета влечет за собой административную ответственность в виде штрафа от одной до трех базовых. За знаниями Центр дополнительного образования Росквит приглашает в объединение по интересам. Учреждение планирует принять в свои ряды около трех тысяч ребят от четырех до восемнадцати плюс. К слову, в Центре порядка трехсот объединений различного профиля. В ТОПе художественная, физкультурно-спортивная, вокал, хореография, изобразительное, декоративно-прикладное направление. Актуальностей не теряет школа раннего развития, где малышей обучают интеллектуально и творчески. Комплектование групп еще возможно в Клубе «Космос» и в Киселевичах. Все кружки работают на бесплатной основе. В арсенале преподавателей новейшие методики обучения. В процессе обучения уже ездят и участвуют в различных фестивалях, конкурсах, начиная от международных, заканчивая нашими местными, городскими, районными. То есть они привозят у нас дипломы. В этом году пришли к нам молодые специалисты с новыми творческими идеями, с новыми предложениями. И у нас открывается новое объединение по интересам. Я надеюсь, что мы туда наберем детей, учащихся, потому что профили интересные. Это графический дизайн. Чтобы записаться, родителям необходимо написать заявление. Если направление связано с физкульт-нагрузками, хореография и спортивной секцией требуется справка о состоянии здоровья. В творческих коллективах есть отбор. Набор идет и в образцовые заслуженные коллективы. Василек, очаровашки, кукушечка. Возраст 4-6 лет. Сроки обучения от года до трех. Также есть кружок парикмахерского искусства более старшего возраста 10-12. Студия моделинга и не только. Главное условие – желание. Сразу после насирена мой коллега Роман Костюков с обзором страшных новостей жизни города. Не пропустите. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова